Ереван готовится к войне с Баку за небо за Кавказе. Армии и войны, постсоветское пространство 22 февраля 13.13 Ереван готовится к войне с Баку за небо за Кавказе. Россия продаст Армении истребители Су-30СМ, которые не оставят шансы азербайджанским ВВС. Александр Ситников. Комментарии в просмотров 16 208. На фото, многоцелевые истребители Су-30СМ, фото, Марина Лысцева, ТАСС, на выставке вооружений IDEX. 2019 в Абудаби министр обороны Армении Давид Танойян заявил агентству РИА Новости, что Ереван планирует получить четыре элитных истребителя Су-30СМ в течение ближайшего года, скорее всего, в конце 2019 и начале 2020. Всего республика хотела бы приобрести 12 самолетов этого типа. Отметим, что сделка производится в рамках ранее выделенного Москвой кредита в доллар 100 миллионов. По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Аваннисяна, Ереван ведет переговоры о приобретении истребителей по значительно сниженной цене по той, за которую приобретают Су-30СМ российские ВВС. При этом, самолеты существенно увеличат, как оборонительные, так и наступательные возможности армянских военных. Являясь членом организации договора о коллективной безопасности АДКБ, Армения может приобретать различное оружие по российским внутренним ценам. «Мы осуществляем такие закупки в течение длительного времени», – подчеркнул представитель Минобороны Армении. Понятно, что этот шаг будет иметь международные и внутренние последствия, поскольку проамериканская оппозиция в Армении встречает в штыке любые контакты с Россией, даже если они идут на пользу стране камней. Буквально накануне заявления Минобороны Армении по Су-30, все тут же Аваннисян на своей странице в Facebook рассказал, что группа армянских специалистов, состоящая из 83 человек, включая врачей, прибыла в Сирию с целью оказания гуманитарной помощи. Сразу же ряд еревландских изданий разразился жесткой критикой. Читайте также. Война в воздухе, авиация НАТО задавят Су и Миги числом. Противник имеет четырекратное превосходство в самолетах. Как остановить армаду F-22, F-16 и RAFL? Несмотря на то, что официальный Ереван указал в качестве адресата армянскую диаспору Валипа, издание предположило, что данная акция означает солидарность с Россией, возможно, является платой Пашиня на Кремлю за некую услугу. Эта гуманитарная операция вряд ли будет содействовать повышению международного авторитета Армении, только потому, что инициатива была реализована совместно с Россией. Подобные публикации накрыли волны практически все армянские СМИ, финансируемые из США. А американская позиция сводится к тому, что всякая гуманитарная помощь Сирии рассматривается, как подачку осаду, за что последует наказание. Вот и Задается вопросом, что даст Еревану гуманитарная помощь алипским армянам. И отвечает, пожалуй, ничего. Как бы хуже не стало. Имеется в виду практику американцев поджигать тлеющий Карабахский конфликт, тем более, как с азербайджанской, так и с армянской стороны всегда найдутся горячие головы. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнули кровопролитные бои. Отчасти это справедливо. Именно поэтому Армения вынуждена сохранить военно-техническое сотрудничество с Россией на самом высоком уровне. Прежде всего, потому, чтобы быть готовой к потенциальной войне с азербайджаном, запал которой находится в Америке. Между тем, ВВС Армения не располагают истребителями, способными к воздушной битве, без выигрыша в которой невозможна победа на земле. Да, у Еревана есть штурмовики Су-25, унаследованные еще от Советского Союза, и также МиГ-23 и МиГ-29. Но этих сил недостаточно, чтобы гарантированно завоевать господство в воздухе над Карабахом и вблизи этой спорной территории. Как известно, ВВС Азербайджана располагают двумя батальонами ЗРК С-300МУ-2, которые, по американским источникам, интегрированы с достаточно большой группой израильских БПЛа. Есть еще у Баку несколько Су-25, два Су-24 и 18 МиГ-29 хорошие, но в реальности устаревшая техника. Учитывая боевые возможности Су-30СМ-4+, 12 этих машин обеспечат в воздухе подавляющее превосходство армии над азербайджанцами. Кстати, имеющий зарубежный опыт столкновений МиГ-29 с Су-27, предшественникам Су-30, показывает, что МиГи всегда проигрывали Сумшкам. В принципе, даже четырех Су-30СМ хватит, чтобы уничтожить весь азербайджанский флот МиГ-29. Во-первых, у Су-30-ки радары 0111 Барс обеспечивает обнаружение истребителей МиГ-29 на расстоянии не менее 140 километров, а также автоматическое их сопровождение и наведение на них авиационных управляемых ракет Р-77 с дистанцией поражения до 110 километров. А вот пилот МиГ-29 со стареньким радаром ЖУК-8 в лучшем случае увидит Су-30СМ ближе 80 километров, в реальности до 40 километров. При этом имеющие у азербайджанцев древние ракеты воздух-воздух Р-27Р могут пролететь только 50 километров, хотя на самом деле их дальность нахвата цели не превышает 25 километров. Это все равно, что идти на дуэль с травматическим пистолетом, когда злой обученный оппонент вооружен снайперской винтовкой, и при этом разрешается стрелять с любой дистанцией. Пока еще нет какой-либо реакции Баку на планы Еревана, хотя азербайджанцы наверняка осознают возникающие военно-политические проблемы. Отметим также, что КНР и США придерживаются политики сдерживания в отношении поставок тяжелых истребителей третьим странам. Правда, есть на все готовый Париж со своим бриллиантовым самолетом. Рафель. По цене доллар 200 миллионов за борт практически в 10 раз дороже, чем Су-30СМ. Но и он не изменит расклада сил. Впрочем, этот вариант считается маловероятным из-за запрета США на реэкспорт американских авиационных ракет. Скелп. Стандартное вооружение. Рафель. В страны, не входящие в НАТО. Поэтому Баку, скорее всего, предпримет шаги по закупке легких истребителей. Ф-16. Fighting Falcon. Новости политики. Бывший генеральный секретарь НАТО предрек Белоруссии войну по советское пространство. Союзное государство. Кто станет президентом, а кто премьером. Кто станет президентом, а кто премьером.